Дамы и господа, добро пожаловать на четвертый игровой день Сайбет Рейс Ворс! Вас приветствует Alex007 и я приглашаю вас продолжать следить за развитием нашего турнира, который уже потихонечку подходит к своей кульминации, по крайней мере кульминации той стадии, которую мы и называем Рейс Ворс. Кореет Супер и датчанин Банни будут выяснять, какая раса сильнее в своем очном противостоянии, который открывает наш четвертый игровой день и Кореет Супер появился справа сверху на карте Факстрот Лапс. Он играет против датчанина Ликвид Банни, который появился слева внизу. Традиционно калибруем то, что почему-то еще не было откалибровано, а впрочем я знаю почему, у меня готова отмазка. Дело в том, что мы должны были открывать сегодняшний игровой день на американском сервере, но, к сожалению, очень не вовремя на этом самом американском сервере нас ждет патч. Ну, патч, не пугайтесь, не имеющий никакого отношения к балансу, потому что баланс патч уже вышел во втором Старкрафте еще в конце прошлой недели, поэтому мы играем уже в новом балансе, в том, где адепты без апгрейда на атаку, по крайней мере, не убивают с двух ударов морпеха без щитов. Таким образом, у нас будет уже, скажем так, несколько более равное соотношение шансов. Прежде всего, за счет того, что опять-таки новые балансы адепты уже не так хороши. Ну и кроме того, во многом, сегодня у европейцев будет больше шансов, потому что, как минимум, начинаем. Мы на европейском сервере, на сервере, на котором у корейцев пинг большой, а у датчанина Бани, например, абсолютно мизерный, потому что, в принципе, сервера находится в Западной Европе. Ну, какой конкретно пинг у Супера, мне сказать сложно, но, по идее, он должен быть примерно как у меня до Кореи, там, плюс-минус, то есть где-то 250-300. Это пинг для Старкрафта не смертельный, все-таки это не Counter-Strike, да, не какая-то игра, где абсолютно все зависит от скорости реакции. Но чертовски неприятный прежде всего психологически, потому что очень дискомфортно играть вот в таких условиях, когда любой твой клик находит свое отражение вот на поле боя только спустя, я не знаю, там, спустя треть секунды. Суть в том, что у игроков АПМ, вот посмотрите, если вы мне не верите, да, у игроков АПМ сейчас, если взять Супера, получается 330 в среднем это, сколько, это 5,5 действий в секунду. То есть в среднем это одно действие там на, я не знаю, 180 миллисекунд. То есть пинг получается, да, это примерно полтора действия, полтора действия, которые уже успевает совершить корейцы с момента, когда он отдал команду до момента, когда она выполнилась. То есть, как вы понимаете, это все-таки различие очень и очень серьезные. Ну да ладно, в любом случае это неприятно, но не фатально все-таки, как бы то ни было. И более сильный игрок все-таки, как правило, победит даже с таким пингом, но вот если игроки более-менее равные встречаются, то там как раз могут быть проблемы у того, у кого есть серьезный пинг. Но вот сейчас, например, невзирая на пинг, успел уйти реколом Мазершип Корр синего протаса. Супер отправился в разведку, и давайте посмотрим, что же он увидел. А увидел он, вы знаете, вполне достаточно. Он увидел Фэктори на Техлабе, Старпорт, Барак на Реакторе. И, кроме того, он должен был увидеть очень быстрый третий газ, который поставил Банни. Таким образом, понимает прекрасно, супер, что его соперник делает действительно серьезные газовые вложения. Ну а что касается разведки от Банни, то мы видели, он потерял Рипера в самом начале игры. И поэтому он не очень хорошо представляет, чем занимается его соперник. А соперник, как мы видим, идет в блинг. То есть, Корейца абсолютно не смущает фактор пинга. Он считает, что все равно имеет смысл ему использовать тех юнитов, которые очень здорово контролятся. Тех юнитов, которые как раз зависят от удачного микро, в том числе и от быстрой реакции. Вот посмотрим, как хорошо будет супер управляться своими сталкерами. Вообще, у него такой очень интересный опенинг получается. Смотрите, полетели сталкер и два адепта. В атаку уже прилетает обсервер на базе Терна. И в это время как раз к Протосу прилетает на базу Либератор. Либератор, о котором супер пока мало что знает. Вот сейчас он только реагирует, уже отдав четырех рабочих. Варпает зачем-то на мейн именно четырех сталкеров. Ну, видимо, там у него такой довольно быстрый варп будет. И в это время супер как раз прилетает домой к своему сопернику. Но тут есть Циклон, тут есть Танк и Циклон. Смотрите, зацепил варпризму, пытается не дать ей уйти. И успевает забрать варпризму Терна. Опять же, ну вот здесь я не думаю, что хотя бы какую-то роль сыграл Пинг. Но сам по себе момент этот, безусловно, был очень важный. Вот дома супер постоянно теряет пробок. Очень невнимательно сейчас играет кореец. Тут Пинг точно ни при чем. Потому что просто не очень осторожно обошелся своими пробками. Но вот сейчас уже готов Блинк. И можно прыгать под Либератора. Но, видимо, Суперосторожничает. Потому что понимает, что Либератор в такой довольно хорошей позиции находится. И есть Блинк, но не было Вижена у Супера. Это большая ошибка. Опять-таки, он не успел просто должным образом отреагировать. И таким образом просто достаточно сравнить список потерь, чтобы понять, кто, в общем-то, лучше отыграл опенинг. Кто лучше показал себя в начале игры. Безусловно, у Банни сейчас хорошее положение. У него больше рабочих, чем у соперника. У него есть пара сидж-танков. Он заказывает следующего, кстати. Есть и Циклон. Один из двух, что были построены Банни в начале игры. И есть уже какая-то пехота, которая дальше очень активно подстраивается с бараков Терана. Мы вот-вот увидим и четвертый, пятый барак. Кроме того, ставятся турели от дальнейших залетов в Арк Призмы. Но Супер пока агрессию не планирует. Хотя на карте у него в Арк Призма есть... Ах, вот оно что, это же Дарки. Да, действительно, Дарк Шрайн. Дарк Шрайн был построен Протасом. И, насколько я понимаю, Теран, который продолжает, как мы видим, эффективный Харас Либераторами, ничего о Дарк Шрайне не знает. Поэтому, да, Либераторы у него заходят здорово. Но сейчас посмотрим, насколько он готов к Даркам. Вот это может быть большой проблемой для Банни, потому что у него есть турель, но в таком не самом удачном месте Дарки уже проходят очень далеко вперед. Но вот сейчас одним сканом минус два Дарка сразу. Осталось справиться с тем, что на мейне зажигает. Тут Циклон, смотрите-ка, пытается как раз уничтожить Вар Призму. И Вар Призма уже никуда не денется. Но, согласитесь, Дарк успел нанести довольно неплохой ущерб. 13 СВ-шек уничтожено. 16 уже. Третью базу пришлось поднять, потому что там тоже Дарки, только на натурале. Сейчас тишь да благодать. Ну и на мейне после очередного скана Банни вроде бы разобрался. Но, безусловно, стоит сказать, что несмотря на многочисленные потери от Либераторов, более чем отыгрался уже супер. Именно с помощью Дарков. И как раз не увиденный датчанином своевременно Дарк Шрайн может стать едва ли не решающим фактором в этой игре. Тут на удачном скане Циклоном Банни забирает даже обсервера соперника. Но смотрите, как красиво супер поймал Банни. Впрочем, тут уже вопрос. Вы знаете, кто кого поймал по итогу. Ну, то есть Банни явно не ожидал того, что армия соперника будет здесь. Абсолютно точно не ожидал. Но из-за того, что супер поставил немножечко кривые форсфилды, Банни сумел прорваться и довольно удачно разменяться в этом эпизоде. Хотя атаковать-то, в общем-то, соперника планировал именно супер на своих апгрейдах 1-1, на апгрейде на блинг, на апгрейде на скорость атаки адептом. В итоге эту атаку пришлось свернуть, с этими планами пришлось расстаться. Ну и сейчас суперу уже предстоит отбиваться здесь, на третьей базе. Гардиан Шилл включает супер и пытается отбиться от атаки соперника. Но пока ему очень тяжело. И очень странно, что только сейчас были вартнуты адепты, на которых и должна была идти основная ставка. Тем не менее, сейчас супер отбивается и довольно уверенно блинкается вперед. Тут, правда, подходит дотекание от Банни, и это сразу корректирует расклады. Супер по F2 клику сюда подошел, и неужели он отдаст Мазер Шипкор с полной маной? Супер-супер. Это совсем не супер игра от корейского протаса, хотя Мазер Шипкор-то в итоге черт с ним, потому что тут хороший товар под адептов, тут опять вышел Иммортал, и супер снова отбивается. На этот раз дотекание Банни подойти не успело. Что ж, интересное очень продолжение нас с вами ждет, потому что супер явно собирается и дальше атаковать, явно собирается и дальше агрессивничать. У него до предела насыщена минеральная экономика. У Банни очень много рабочих. Супер, тем не менее, ставит четвертый Нексус, показывая, что в макро он, в принципе, приходить тоже готов. Ну и сейчас супер пытается понять, насколько там хорошо дела идут у Банни, насколько хороший у Терна Продакшн. Вот в данный момент именно у Терна Продакшн не очень серьезный, но у него вот-вот будет готов еще один реактор, еще один барак, и, безусловно, после этого Банни будет намного сложнее. Супер очень красивый, здорово микрит. Прилетает к нему варпризма, и явно, опять-таки, он собирается продолжать агрессию. Апгрейды в данный момент равны. 1-1 на 1-1. Ну и супер именно на этих равных апгрейдах собирается идти вперед. Варпризму, видимо, он прямо здесь раскроет, и, по-моему, не хватает ДПСа все равно у Терна. Зря, по-моему, испугался супер. Там всего лишь, господи, парочка морпехов была. Сейчас их уже 7, но до этого было меньше. Они не успевали явно зафокусить варпризму. Супер повелся, зато сейчас супер прыгает вперед, и забирает очень толкового либератора, и красиво форсфилдами отжимает часть пехоты. Снова блин под либератора, снова либератор уничтожен. Супер очень здорово играет сейчас, несмотря на то, что на стороне соперника пинг, несмотря на то, что вроде бы все время у Бани больше армии сопла, и сейчас у Бани намного лучше перспективы, потому что у него апгрейды 2-2 скоро будут готовы. И пока у Супера все очень хорошо. Мародером он, имморталом в смысле, пытался профокусить мародеров, и довольно успешно получилось. Прилетают еще 2 либератора, но и они разлетаются очень быстро под давлением блингсталкеров. Бани отчаянно пытается отбиться, но чем дальше, тем меньше у него шансов, тем меньше у него армии сопла, часть которого, понятное дело, утерна постоянно в дотекании. И Супер уже более чем окупил свою атаку. Супер уже очень хорошие шансы получает в этой игре. Даже если в итоге сейчас Терн отобьется, потому что дальше пошли апгрейды 2-2, потому что готов четвертый Нексус, на который можно потихоньку переводить рабочих. Здесь Терн пытается улететь сразу обоими командными центрами. Ну, Супер в итоге один поджог, со вторым, видимо, разбираться не собирается. Бани неужели в Маздроп полетел? Да, Бани полетел в Маздроп! И вот это очень интересно. А восстанавливал ли Маздр Шипкор? Нет. Супер так и не восстановил Маздр Шипкор. Поэтому у нас с вами совершенно неожиданно назревает ситуация размена. Но тут же вспоминает Протос, что у него есть Дарки. Тут же вспоминает Протос, что можно наварпать Дарков. И два Дарка как раз-таки появились дома. В это время в атаке забирает командный центр у соперника Супер один за другим. Осталась одна орбитальная станция, еще один командный центр вот там слева. Блинк от Супера наверх. Терен пытается здесь отбиться, но под Гардиан Шелдом ему сложно сражаться, даже несмотря на апгрейды 2-2 на 1-1. Здорово контролит Блинк сталкерами Супер, как будто и нет никакого пинга. Командный центр сейчас будет потерян. В это время здесь забирает еще один Нексус у соперника Банни, но он, видимо, не знает о том, что есть у оппонента еще четвертый, или знает? Знает. Знает Банни, именно туда он и направляется. Ну и ситуация по лимитам сейчас уже в пользу Протоса. Терен отчаянно пытается отбиться дома. Здесь Протос понимает, что придется отдавать Нексус, но еще есть деньги на Дарков. И пока будут Дарки, очень тяжело будет что-то придумать Банни, потому что у него всего-то осталась одна-единственная орбитальная станция. И у той Маны, по сути, всего лишь на один скан. Банни полетел дальше. Он должен был сейчас заметить, что соперник пытается восстановить Нексус. На карте всего лишь 9 сталкеров, 1 Дарк и 5 зил. Это вы, по идее, не самые страшные расклады для Банни, но Банни вынужден поднимать свой последний ЦЦ. У него нет скана, он ничего не может поделать с Дарками. И Супер отбивается дома. Вроде бы Банни пытается получить здесь ничью, но ничьи у него не будет, потому что у соперника есть еще один Нексус, и есть деньги на еще один Нексус. Поэтому тут все далеко не так просто. Собственно говоря, Супер, по-моему, осталось лишь добить сопернику орбитальную станцию, делая у него в шляпе. Этот Нексус можно отменить для того, чтобы поставить новый. Все-таки у соперника тут совсем мало войск. Супер отменяет Нексус. Опять же, никакой пинг ему не стал в этом преградой, но здесь у Банни большие проблемы с медиваками. Судя по всему, он сейчас может потерять последний медивак. Опять же, с Дарком Банни ничего не может сделать и пытается отчаянно улететь. Банни буквально последними юнитами нам показывает, что у Супера... А почему у Супера нет денег на Нексус? Пять минералов Суперу не хватило. Господи, как это произошло? Почему это произошло? Суперу не хватило пять чертовых минералов на Нексус. Как же так? Как же так? Но Супер ставит Старгейт. Вот на что у него есть деньги. Он сможет построить одного Феникса. И таким образом, с помощью Феникса он сможет уничтожить все здания соперника. У Банни нет больше денег ни на что. Умница Супер, он все-таки нашел выход из этой ситуации. Если он сейчас не отдаст Старгейт каким-то чудом, Старгейт, который видит Банни, о котором знает Банни, то эта победа останется за Супером, потому что построив всего лишь одного Феникса, он сумеет уничтожить все воздушные здания соперника. Единственная надежда Банни это вот эта орбитальная станция, которая сейчас приносит ему деньги. Здесь пытается уничтожить Банни сопернику Старгейт, но он явно не успевает. И так Феникс уже появится. Феникс точно появится у Протаса, но в это время смотрите, что делает Банни. Банни заказывает Викинга. Если этот Викинг достроится, если Супер не подумает, что там сейчас вот-вот вылетит Викинг, то эта игра может закончиться в ничью, потому что Банни тогда защитит свои здания, которые находятся у него в воздухе. Да, при этом здесь уже нет никакой добычи, но самое главное, Банни успел добыть достаточно денег на одного Викинга и даже на второго на всякий случай, потому что если одного Супер еще мог бы отконтролить, то второго нет. Супер не понимает, в чем его главная проблема. Он действительно убьет сейчас эту орбитальную станцию, но он при этом абсолютно не понимает, что на карте уже есть один Викинг, и сейчас появится второй. И по правилам игры в Старкрафт победившим считается тот игрок, который уничтожает сопернику все здания. И пока здания будут висеть где-то там в воздухе, и пока не сможет убить их Супер, а он их не сможет убить, учитывая то, что уже целых два Викинга есть у Банни. Судя по всему, мы действительно увидим первую ничью на Сайбет Рейсворс, потому что сейчас Супер как раз полетит вот сюда, увидит, что там оказывается есть пара Викингов, ну и в теории он может попробовать поконтролить. Он может прийти вот сюда сталкерами, но я думаю, что это ничего не решит. Вот они, два Викинга, Супер их прекрасно видит, и, я так понимаю, готовится предлагать сопернику ничью. Феникс уничтожен, последняя теоретическая возможность убить здание также потеряна, и давайте спросим у игроков. Я думаю, они должны быть оба согласны на ничью. Да, оба согласны. GG. Это ничья, господа. Ничья, и мы переигрываем эту игру. Итак, на турнире Сайбет Рейсворс состоялась первая ничья. Ничья между Терном из Дании и Ликвид Банни, который появился справа сверху на карте Факстрот Лапс, и Протосом из Кореи Супером, который появился слева внизу. Еще раз напомню для тех, кто, может быть, не очень хорошо понимает правила Старкрафта и не очень хорошо понял, почему же у нас в прошлом сете была ничья. Для того, чтобы формально победить в официальной, да и в любой ладдерной игре во втором Старкрафте, необходимо уничтожить сопернику все здания. Конечно же, в большинстве случаев игроки не дожидаются того, чтобы им уничтожили все здания, и, понимая момент, когда они начинают безнадежно проигрывать, пишут GG и признают тем самым своего поражения, не доводя дело до формальности. Но это как шахматисты, понимаете? Вот для того, чтобы победить в шахматах формально, нужно поставить мат, но ведь, согласитесь, иногда понятно, что никаких шансов уже нет, когда вы играете против игрока примерно такого же уровня, и мат он вам точно поставит в несколько ходов, и вы признаете свое поражение заранее, чтобы не терять время и, в общем-то, не играть на нервах своего соперника. Здесь примерно то же самое. Но бывают все-таки случаи, когда уничтожить здание соперника невозможно чисто теоретически. Вот как, например, в нашей игре. Терран улетел частью зданий в воздушное пространство, в пространство, где наземными юнитами уже, понятное дело, никак не достать соперника. Супер потерял все свои Нексусы, таким образом он не мог восстановить экономику и не мог построить воздушные войска, которых было бы достаточно для того, чтобы уничтожить эти здания. Кроме того, у него по какой-то абсолютно невообразимой случайности оказалось 395 минералов, а не 400 для того, чтобы иметь возможность восстановить еще один Нексус. И это, на мой взгляд, ошибка супера. Где-то он зря доварпал одного зилота или даже, может быть, сталкера. И именно это стало решающим фактором. Ну и, наконец, Банни, понятное дело, вообще не имело никакой возможности дальше восстанавливаться, развиваться. Ему только и оставалось, что висеть двумя викингами вот здесь и оборонять свои здания, чтобы он в итоге и сделал. То есть Терн никак не мог убить здание Протаса, потому что у него оставались всего два викинга и все. Ну и Протас никак не мог убить здание Терна, потому что у него, ну, формально оставался один Феникс, реально он и его уже отдал. Ну и даже, в общем, если бы этот Феникс никуда не делся, понятно, что один Феникс с двумя викингами не справился бы абсолютно никак. В общем, вот такой получилась первая игра на этой карте, на карте Факстрот Лапс, но сейчас мы видим уже совсем другой вариант игры от Супера. Банни разведал соперника, на этот раз он играет без Рипера, и ему кажется, что снова все предельно стандартно. Но ему именно что кажется, потому что мы с вами прекрасно видим, Супер ставит Прокси Роботикс, и Супер сейчас закажет здесь Иммортала, для того, чтобы дальше пробивать соперника по земле, для того, чтобы дальше просто пробить вот эти вот камни, которые есть на карте Факстрот Лапс, и прийти прямо вот на базу к Банни. Чтобы делать адепт, адепт отменяет свою тень, не считает нужным телепортироваться куда-то Супер, и Супер своим адептом отступает, но снова посылает тень куда-то вот подальше. Банни, кстати говоря, строит циклоны, и, видимо, собирается делать какой-то выход, да, с циклоном, с морпехами. Ну, раллипоинт, по крайней мере, вот такой вот у циклона, очень амбициозный. Здесь один адепт разменялся на одного же морпеха, но это для Супера не так важно, потому что он уже начинает потихоньку пробивать камни, и в это время вот так вот спокойно пришел, и, судя по всему, убьется своему сопернику пилон Банни. Супер оказывается очень сильно не готов к этому вторжению Терна, потому что у него все-таки прокси-робы, у него там и Мортал делается, ну и сейчас, смотрите, как интересно, циклоном зацепил сталкера соперника Банни, и Банни этого сталкера забрал, в общем-то Суперу остается просто справиться со всеми морпехами, и посмотрите, как вот послепатчевые адепты плохо дерутся с Мариками. У Марик остается один-единственный ХП, но этого уже достаточно для того, чтобы триумфовали буквально морпехи в сражении с адептами. Так или иначе, это все очень здорово, но проблема в том, что в это время на базу к Протосу, к Серан, точнее, внезапно, врываются два Иммортала, и с одной стороны, конечно, это звучит для Банни совсем неприятно, но с другой стороны, очень зря, очень зря, конечно, здесь голым Имморталом без прикрытия пошел вперед Супер, правда, появляется еще один Иммортал, появляются сталкеры, мне кажется, что Банни все равно никак сухим из воды здесь не выберется, и этот сет останется за корейцем, пусть даже с игравшим немного неосторожно, и продолжает играть неосторожно, супер, к слову. Там еще один циклон уже появился, здесь адепты со сталкерами продолжают с переменным успехом воевать против адептов, ну и смотрите, как же здорово Банни использует циклона, просто великолепный контроль, циклоном действительно отлично распоряжается Терн, и посмотрите, насколько больше ресурсов потерял Протас по итогам этой атаки пока, но атака-то продолжается, и рабочие продолжают теряться просто в огромных количествах, адепты, в общем-то, не настолько эффективны, действительно, и с рабочими, с морпехами они уже не справляются с двух ударов, но все равно они проделывают очень большую работу, и несмотря на то, что циклонами Банни контролят просто великолепно, именно на циклонах он имеет хоть какой-то шанс отбиться, все-таки ситуация для него довольно сложная, сейчас циклоны зацепили сталкера, и что самое главное, иммортала, и вот сейчас циклон пытается как раз добить иммортала Банни, вы знаете, он добивает этого иммортала, и несмотря на то, что по рабочим супер очень сильно впереди, по-моему, игра таки может продолжиться, и продолжится довольно интересно для Терна, который, смотрите, ну что просто вытворяет циклонами, это жесть, сейчас все циклоны зацепили тройку адептов, и адепты умрут, адепты умрут в считанные секунды, вот это да, вот это циклоны, очень красиво Банни, конечно, ими контролили, тут, правда, стоит все-таки еще раз упомянуть о пинге, потому что если бы не пинг, то, если бы, точнее, у Банни у самого был пинг, то он бы не мог контролить так же здорово, играя на американском сервере, но все равно, все равно сам факт. Супер отмечаем в ставе Twilight, но я думаю, понятно для того, чтобы сделать блинг, и все-таки понятно, что кореец немножечко, но впереди по экономике, это видится мне довольно очевидным, учитывая соотношение просто, в лоб по рабочим, поэтому в целом игра продолжается, Терран молодец, что на таком шикарном контроле циклонами он действительно сумел эту игру продолжить, но вот глобально ситуация для него все еще такая, не совсем простая. Кстати, тут, мне кажется, Супер, учитывая то, что у него много газа, мог бы попробовать наварпать в центре и попытаться поймать циклонов, но вместо этого Супер снова врывается на хайграунд, там уже есть Сиджтанг, но он Супера тоже не смущает, Супер просто идет в лоб, и Морталами мгновенно забирает Сиджтанг, ну и еще сколько-то рабочих убьет, он, кстати, еще и двух циклонов забрал, и вот это, безусловно, было очень здорово, но в целом этот налом не видится таким, уже довольно минусовым для Супера. Да, опять минус много рабов для Банни, опять неприятно Терран теряет экономику, и Банни, конечно, сильно сейчас проваливается по инкам, и мы это прекрасно видим, Супер добывает намного больше, но все-таки у Супера уже истощается мейн, от своего огромного количества рабочих он такого прям мегапрофита не получает, опять-таки, третий Нексус пока мы видим, что Супер не ставит, он предпочитает нон-стопом варпать со своих пяти гейтвэф, и продолжать свою агрессию, Банни уже скоро будет готов стимпак, он продолжает строить танки, он продолжает строить пехоту, у него уже есть два медивака, и, честно говоря, сейчас это войско протаса уже совсем не выглядит сколько-нибудь грозным. Даркшрайн, правда, вот, это опять может быть очень неприятно для Банни, потому что что у него вообще с потенциальной детекцией? Ну, настолько плохо, что инженерка только достраивается сама по себе. Сейчас давайте посмотрим на реакцию от Банни. Банни, Банни, к сожалению... Или видит? Нет, видит, видит! Он только что заметил Дарков, но проблема в том, что тут не только Дарки, тут пришло все войско протаса. Протас пускает как раз Дарков вперед, для того, чтобы они тут наубивали по максимуму. Здесь маны нет в орбиталке, здесь мана вот-вот будет, но не успевает построить Турель. Ай-яй-яй, как обидно Банни. Так долго отбивался, так долго выдерживал атаки Корейца, и тут просто вот опять на Дарках. Второй сет подряд на Дарках отлетает Банни, и, конечно, проще всего его сейчас обвинить в том, что он, мол, такой халявщик-дахалтурщик, Турели не поставил, но, ёлки-палки, как тут Турели поставишь, когда, ну, совсем жестко разводит постоянно соперника? Супер, там атака, здесь атака. Снова 8 рабочих потеряно, посмотрите, как много, 47! 47 рабочих уничтожены. Ужас! Супер непонятно, заметил этого либератора или нет, но понятно, что будет продолжать сейчас атаку, и вот от этой атаки отбиться Банни уже будет практически невозможно, потому что есть блинк, и ох, как красиво Банни! Смотрите, спас танка буквально там на паре хитпоинтов, но танк всё равно был уничтожен, орбиталка на Натурале уничтожена, это конец, это 1-0 в пользу корейца, Супер всё-таки выиграл на Фокстрот Лапс. Ну что, дамы и господа, поехали дальше! Как это ни парадоксально, у нас уже третья игра, но это всего лишь второй сет, потому что, напомню, в первом сете у нас был ничейный результат сначала на Фокстрот Лапс, но в переигровке сильнее оказался корейский протоз Африка Фрикс Супер! Это протоз, который появился слева, внизу на карте Орбитал Шипьерд, и против него играет красный теран Ликвид Банни! Он появился справа сверху, и он едет ставить прокси-бараки, на мой взгляд, это абсолютно очевидно, что нас ждёт именно прокси, это никакая не разведка, ни в коем случае, и прокси будет ставиться где-то вот, прямо здесь. Сколько это бараков будет? Видимо, один от Банни, потому что больше рабочие никуда не едут, то есть это один прокси-барак с Рипером, ну и дальше будет переход во что-то другое, возможно, что и просто в командный центр и барак дальше полетит разведывать, кто его знает, но в любом случае, поехал в разведку и Супер, и... Ух ты, второй газ быстрый какой пошёл, нет, вы знаете, тут просто командного центра не будет, тут вообще что-то очень интересное. Подготовил Банни, и я сразу хочу отметить, что у нас абсолютно парадоксальная ситуация сложилась, дело в том, что и Банни, и Супер одинаково хотели играть на карте Орбитал Шипьерд, поэтому, если сейчас победит Банни, то этот матч будет у нас состоять целиком и полностью из игры на двух картах, несмотря на то, что будет сыграно четыре игры, вот две могут состояться на Орбитал Шипьерд, и две уже состоялись на Факстрот Лапс. Здесь, ах, вот оно что, вот оно что собирается играть Банни, конечно, по стопам у Термала, который не так давно показал эту стратегию на Дримхаке, ну и по стопам многих других тернов, которые, еще раз напоминаю, играли именно этот билд во времена еще бета-тестирования StarCraft 2 Legacy of the Void, более того, я упоминал об этом билдорде и на своих трансляциях, в общем, как раз по мотивам всех этих историй играет в Гост Раш, в Раш невидимым Гостом в Банни, ну и как можно от этого отбиться? На самом деле отбиться от этого очень непросто. Протасу, особенно если он не идет в какую-то быструю детекцию по дефолту, и также если он теряет довольно много рабочих, а здесь действительно уже 4 раба потеряно, собственно, единственный шанс для Супера это успеть застроиться здесь на рампе, но, по-моему, этот шанс сейчас Протас упускает, хотя, хотя посмотрим, куда полетел Мазершип Корр, Мазершип Корр сейчас видит Техлабу, так, 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 Супер видит Техлабу, это уже для него полдела, он тут же ставит Роботикс, и понимает ли Супер, что он должен сделать, чтобы потянуть время? Понимает ли он, насколько важна стенка из трех пилонов прямо здесь и прямо сейчас куда-то он выводит пробку, вообще непонятно куда? Тем временем на карте появился один Гост, он просто ушел, он просто дежурит на хайграунде, понимает Супер, что без невидимости ему тут, не Супер, конечно, а Банни, понимает, что без невидимости делать нечего, и вот так вот, смотрите, спецназ, спецназ тихонько уходит, но Супер Блестяще, именно как мы и говорили, перекрывается сейчас тремя пилонами, это ровно то, что было нужно, ровно то. Банни дальше ставит факту, в это время дома Техлабу на бараке, и будет пытаться что-то придумать, но, безусловно, тут будет очень тяжело Банни отыграться, потому что соперник потянул массу времени, и сейчас на карте появится обсервер, не успевает толком пробить стенку здесь Терен, и, понятное дело, Супер ждет только одного, Супер ждет, когда у него появится детекция, вот она появляется, и сейчас пилон оверчарж, минус один гост мгновенно, Банни пытается пройти мимо, но не проходит, оба госта потеряны, в это время тут еще и адепт пришел, ну, в общем, ситуация тяжелейшая, что дальше? Что дальше будет делать Терену? Терену сейчас Техлаба, и мы видим, что он достраивает командные центры в целом, 28 рабочих на 27, на самом-то деле, Терен внезапно впереди, парабам, пока тут Супер ставил пилон, и пока Супер отчаянно отбивался, Банни внезапно подготовил себе очень даже достойный план Б, тут с двумя обсерверами перепуганный Супер бегает, он знает, что где-то есть еще один гост, и он находит этого госта, который уже никуда не уйдет, ну, естественно, Банни должен понимать, что никакой стелс его не спасет, но гост, смотрите, какой быстрый, у госта скорость 3.94, а у сталкера 4.13, но при этом у обсервера, конечно, скорость помедленнее, но все равно достойный результат, что ж, таким образом у нас игра перестраивается в макро, здесь Адепт вынужден был в итоге спастись бегством, но не успел уйти, таким образом, Циклоном Банни довольно спокойно отбился, ну и дальше, дальше, в общем-то, Супер снова играет через Блинк, что ж, интересная стратегия от Терна, но Протос образцово-показательно, образцово-показательно сейчас продемонстрировал нам, как нужно отбиваться от этого билда, тем не менее, вот такой вот внезапный образцовый гост вырывается на базу к Суперу, у Супера, правда, очень близко находится обсервер, поэтому он потерял не так уж и много рабочих, но даже минус 3 сейчас, это довольно серьезная потеря для корейца, и смотрите, какая у нас в итоге ситуация, реально, Банни-то впереди парабам, у Банни есть третий командный центр, у него вон два циклона и либератор, у него вообще все очень даже неплохо, единственное, что, наверное, должно разочаровывать сейчас Банни, это то, что у него до сих пор ни одной техлабы, только сейчас вот первая-вторая техлабы хором ставятся, и очень поздний стим. Снова у Супера Даркшрайна, обратите внимание, у корейца уж больно хорошо работают дарки, и поэтому он пытается вот продолжить их применение, но сейчас нужно будет снова применять циклоновые либераторов, я так понимаю, и смотрите, как хорошо начинается как раз этот этап игры для Терана, Имморталу он уже пробил шилды, там разложен и сичтанг, ну, понятно, что придется отдать здесь сапплай, понятно, что все три, вероятно, спасти не удастся, потому что уж больно хороший ДПС от Протаса, но самое главное, что вот на таких технологичных очень войсках, смотрите, ни одного морпеха, зато два циклона, Либератор и Танк, вот на таких технологичных войсках пытается отбиться Протас, но, видимо, Супер это надоело, и он считает, что можно блинкаться, забирает сначала Либератора, потом Танк и Банни признает свое поражение, 2-0 в пользу корейского Протаса. Продолжение следует...